Всем привет, с вами Иванок и сегодня мы будем говорить о Life is Ferdal. Как вы могли уже заметить, я снял два ролика летсплейных по данной игре и готовил к выпуску третий, записал свои похождения по лагерю русскоязычных игроков и уже собирался обрабатывать для выкладывания, публикации и так далее. Ну понял, что для полноценного ролика это маловато, не очень содержательно и поэтому решил поменять свои планы. Сегодня я покажу вам, собственно, видео от этого моего путешествия небольшого, но при этом комментарии мои будут касаться игры и выходить это будет именно в жанре мысли о. Итак, о чем же я сегодня хочу с вами поговорить? Хочу поговорить я вообще о будущем данной игры, которая мне видится, немножечко поразмышлять и так далее. Я уже успел с ней ознакомиться более-менее, то есть мне позволяет на данный момент мой этот опыт говорить о каких-то конкретных вещах, то есть не приближенно, как я говорил, например, о Kingdom Come или же, например, Sui Generous. Хотя, кстати, открою небольшую тайну, Sui Generous мне тоже уже довелось поиграть в закрытую альфу, но об этом как-нибудь потом. Речь и сегодня именно о Life is Feudal. Данная игрушка представляется мне как такой довольно харкорный проект для достаточно ограниченного количества игроков и связана это в первую очередь с направленностью проекта и он, в принципе, на самом деле такая направленность мне очень нравится, но надо все-таки понимать, что многие попросту не оценят игровой процесс при всех его интересных возможностях, при всех достоинствах игры она остается достаточно сложной для, скажем так, не скорее даже не для освоения, как это обычно бывает, а именно вот для проведения в ней времени. Многие игроки просто поймут, что в ней делать им нечего, многие поймут, что отшельникам здесь играть неинтересно, другие же, попытавшись какие-то там сообщества вступить, поучаствовать в них, найдут, возможно, процесс слишком затянутым, слишком для них скучным и так далее. В некотором смысле они будут правы, потому что, в принципе, все так и есть. Это игра, которая располагает такому планомерному развитию, пониманию того, что здесь нужно действительно объединяться в крупные сообщества, что в этих крупных сообществах должны быть разделены роли, что должны игроки действовать вместе, причем взаимодействовать не просто на уровне вместе и телесрубить, а вот именно в том плане, что каждый должен отвечать за свои задачи. Конечно же, еще остается момент, касающийся сражений. Он в моих видео еще вообще никак не отмечен, да и, в принципе, на данном моменте в развитии игры нет как такового глобального противостояния. Есть, да, конечно, игроки, которые хотят потестить боевую систему. Может быть, даже там какие-то первые личности с коварными планами, которые подстерегают других игроков в кустах, даже появились. Но в глобальном плане, конечно же, это еще рано говорить о каких-то там массовых сражений, о войнах за замки и так далее. Этого в игре пока что нет, но оно и понятно. Это альфа, причем альфа с сервером, запускающимся раз в неделю, ну, пока просто руки не дошли у игроков до этого. Ну, это, кажется, все будет в будущем, но, опять же, нужно понимать, что все это будет, но будет, опять же, на том же уровне, то есть на уровне крупных сообществ. Ну, каких действительно крупных пока рано говорить, может быть, будет идти речь о десятках, может быть, даже о сотнях. Сложно сказать пока что, насколько игра кажется успешной, но, действительно, массовых она, конечно же, не станет. Как, может быть, кажется, на меня обидятся разработчики, а, может быть, наоборот, они сами так же считают. Так, мне кажется, от дела обстоят, потому что это игра, которая, в первую очередь, является именно такой ускульной, хардкорной. А, как мы знаем, в следующий момент такие игры, ну, попросту не пользуются популярностью, а попросту массовый игрок их не понимает, что от него эта игра ждет, что от него требуется и так далее. Я уже об этом говорил, как бы, еще раз могу заметить, что, на мой взгляд, игры, которые сейчас игрок массовый кушает, съедает, это уровень Battlefield, например, наверное, самая показательная, вот последняя часть, которая еще ближе приблизилась к такому попкорн-играм, как попкорн-фильмы есть, блокбастер, такие легкие фильмы-цы, особо не напрягающие. Так, игры особо не напрягающие, которых ты даже уже аптечки не собираешь, ты просто в кусты забегаешь, здоровье-то восстанавливается, не напрягаешься по поводу хранения и так далее, ведь тут кругом это сейвы, в крайнем случае, просто начнешь сначала уровня, ни о каких общих количествах жизней, после втрачивания которых ты полностью проиграешь игру, и должен начинать совсем все сначала, здесь, конечно, в принципе, нет в современных играх такого понятия. Игрока так плавно ведут за ручку через игровой процесс, через сюжет там и так далее. Конечно же, нужно еще не забывать о MMORPG составляющей, конечно же, она немножко отличается от синглплеер игр, от просто игр, в которых есть сетевой режим, но при этом он, скажем так, представляет собой типовой север, на, грубо говоря, там на 10 человек, 5 на 5 дерубится, это, конечно же, немножко по-другому. Я даже сказал, не немножко, а совсем по-другому. И Life is Ferdale это именно MMORPG в первую очередь, хотя и с рядом достаточно необычных для этого жанра решений. Но, тем не менее, даже MMORPG, в принципе, сейчас имеет тенденцию к упрощению, тенденцию к тому, что игрок должен всегда чувствовать себя комфортно в игре, ни в коем случае не должно казаться, что он потерян, это вообще нельзя ни в коем случае допускать. А вот разработчики Life is Ferdale, наоборот, считают, что нет, игрок должен сам решать, что он делает, сам искать себе какие-то пути или решения, сам придумывать, в конце концов, для себя правила. Несмотря на то, что сообщество игровое, оно будет, конечно же, диктовать какие-то определенные правила, но эти правила не будут заданы игровым процессом. Это будет просто свод, скажем так, придуманных законов, причем эти законы будут регулироваться, ну, может быть, конечно, не в полной степени, но, прям, определенно, будут регулироваться самими игроками. И это, безусловно, очень важно, так как мы все фанаты Mountain Blade, ну, я думаю, что большинство зрителей моего канала, это фанаты Mountain Blade, знают такой мод Persistent World, очень показательный, на самом деле, мод, который показывает, каким, на самом деле, является нерегулируемый мир. Конечно же, в данном случае, можно назвать и множество недостатков данного подхода, но еще нужно, конечно же, не забывать о том, что заработчики Persistent World, они несколько ограничены своих возможностей, и, в принципе, инструменты для регуляции, не прямой, как, знаете, запрещаем вам убивать других игроков в этой зоне. Нет, не в этом плане, а именно в плане такой, косвенной регуляции, вполне можно как-то тонко настроить игровой процесс так, чтобы игроки могли жить не только в постоянной войне, но еще и в определенном смысле захотели бы быть, например, фермерами и вполне нормальными играли бы, просто общинами и так далее. То есть, в принципе, игры вот в этом плане возможности масса, но в то же время все эти возможности, они неявные. То есть, человек заходит в игру, там, первые какие-то шаги делает, вот как я, например, построил Хибару в прошлый раз. Эта Хибара, допустим, заняла у него три часа. Что он еще дальше будет делать? Ну, еще что-то там найдет, еще пару часов поиграет, а потом поймет, что как отшельник, его возможности ограничены, что ему нужно вливаться в какое-то сообщество. И вот именно после этого, как я уже сказал, либо сразу покинет игру, либо вальется в это сообщество и попытается найти в нем свое место. А, соответственно, у нас уже двойной отсев происходит. Игроки, которые, как я уже сказал, просто сразу уйдут, которые уйдут после того, как поймут, что им неинтересно играть в рамках сообщества. И, соответственно, игроки, которые останутся, это будет та часть людей, которые действительно поняли задачи игры, поняли, что она им нравится, что вот именно такой подход их интересует, Что они готовы играть Понимая, что здесь нет простых решений Что здесь нет доброй руки разработчиков Которые будут таскать их И сюсюкаться с ними Даже такое происходит вполне во многих MMORPG То есть разработчики на полном серьезе Даже вот в таком жанре Пытаются сделать максимально простую жизнь Максимально, ну, наверное, можно сказать ясельную Так, здесь я уже еще раз повторю Этого всего не будет Нету и сейчас Не будет этого и потом Потому что это другая совершенно концепция Концепция, которая является хардкорной Которая является олдскульной Которая является не мейнстримом И которая лично мне вот нравится Но даже я не уверен, что Смогу в эту игру сильно засесть Именно потому что она Ну, выбивается из общего ряда И как бы предполагает, что мы должны Действительно здесь жить в ней Вот как говорится, жизнь феодальная Как разработчики пытаются сообщить Действительно мы должны Как бы вжиться в эту игру Действительно понять, что вот мы сейчас Дрова таскаем полдня Но это действительно нужно Это для общей цели Потом мы, значит, может быть После того, как мы полдня Таскали дрова На следующий день нас убьют Какие-то там налетевшие разбойники Но наши друзья за нас отомстят На счет кровавая каша Там крупное сражение Которое мы победим И, собственно, вот это Вклад каждого человека Он как раз и являлся Той крупицей Точнее, теми крупицами Которые постепенно насыпались Насыпались вот в такой результат Как бы вот, скажем так И немножечко абстракт Немножечко может быть путано Но вот в этом заключается идея Именно, как мне кажется, игры То есть мы должны здесь выступать Не в роли избранного там богами Там или просто каким-то уникальным персонажем Который мы вообще видим во многих Я даже сказал, в большинстве RPG Но нашего персонажа видим именно как избранного Во многих одиночных играх У нас тоже персонаж избранный Ну, в данном случае речь, допустим, о RPG То есть мы являемся пупом земли И мы понимаем, что вокруг нас вертится В этой же игре все ровно наоборот Мы именно песчинка Песчинка, которая может действительно Серьезный вклад внести Но все равно без других игроков Она была бы совершенно бесполезна Вот если вы лично сами Переселите Вот именно понимание Что вы просто один из многих Если для этого вас вполне устраивает То вполне вероятно, что Life is Feudal Попала в точку И разработчики угадали Нужное направление именно для вас И я надеюсь, что таких игроков найдется много Потому что в конце концов Все-таки, наверное, хватит уже Играть в попкорн-игры В которых, в общем-то, и души-то Можно сказать, нет в игровом процессе Ну, а с вами был Ванок Спасибо за просмотр видео Надеюсь, в следующий раз я уже Засниму более конкретный игровой процесс Это уже будет именно летсплей А не как сегодня набор мыслей Так что всем удачи Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok